Музыка Специально к этому мероприятию, к нашему координационному совету МАСА, в конце прошлого года была запущена такая станция. Как вы видели, мэр города Алматы с восторгом принял этот объект. Я это не слышал, но наверняка всем своим подданным сказал наградить меня медалью Казахстана или в Москве, ну или в крайнем случае кепку вот такую выдать. Это наверняка будет. Станция расположена на юго-востоке Москвы. Дальше, чтобы никого не мучше, чуть быстро буду говорить. Это продолжение за Москварийской линии, за станцией Красногвардейская в район Братеева. Здесь мы имеем улицу Алматынскую вблизи. Хотя и хотели назвать станцию Астана, Астанинская, но созвучие было очень неприятное по-русски. И сославшись на то, что станция Алматынская, назвали, ну или Салматынская, назвали станцию Алматынская. Значит, благоустройство было выполнено по эскизам уже дизайнеров Алматы. Это какие-то казахские мотивы между двумя вестибюлями, один павильон, другой наземный вестибюль. Причем в натуре сделано это благоустройство. Достаточно успешно, с хорошим качеством. Пошли. Платформенный участок. Традиционный для Москвы 162 метра. Наземный вестибюль и подземный вестибюль. Наземный вестибюль имеет выход непосредственно на поверхность земли. Подземный, посредством павильона и лестничного спуска, также имеет выход на землю. Станция односводчатая. Освещение станции достаточно остроумного, такими красными торшами дальше. А как иначе? Что я страдал? Страдал с утра. И вот значит, давай, пошли дальше. Вот это на самом деле по образу, это конструкция юрты казахской. Это нам так казалось. Ну, а раз нам казалось, это, собственно говоря, достаточно, чтобы обозначить для себя, что это конструкция юрты. Пошли дальше. И вот эти элементы, это, на самом деле, этот вынос достаточно большой. Он в натуре получился качественно. И я доволен этим торшером. Торшером называю условно, конечно, это такая система больше художественного порядка. Ну, торшер. Пошли дальше. Это все пока идет проект, потом идет натура. Натура чуть слабее получилась, ну, потому что гнали стройку с невероятной силой. Пошли дальше. Пошли дальше. Наземный вестибюль, цвета, тот самый красный цвет, который на платформе рисована. Вот ключевой момент проекта, проекта, не реализации проекта. Вот давай другу, а нет, хорошо, дай, давай, вот на этой проекции лучше. Это наш друг Сыгарин под названием Саша Рукавичников. Это самый лучший скульптор всех времен и народов. Вот уровень такого возрожденческого мастера, Митильанджело, Леонардо, Рукавичников. Триада такая, мастеров, Рукавичников стояло. На родине с ними. Значит, слушайте, слушайте. Идея какая? Идет молодой юноша, естественно, казах. За ним, положив борту... Подожди, молчи. Положив борту на плечо, идет совершенно послушно лошадь. Лошадь – это символ государства казахского. А юноша напоминает отдаленно Назарбаев. Это было очень красивое. Вот, Курза пришел, он прослушался, я ему о технике скажу. Идет совершенно, ну понятно, что идет в светлое будущее. То есть из подземелья по черному, вот, такому гранитному камеру поднимается в космическое пространство. Пошли дальше. Ну вот, вот, с другого ракурса, замечательное вещь. А ты точно можешь что-нибудь называть? Делик у нас нет, денег у нас не хватило, вот Назарбаев. Молодой Назарбаев. Пошли дальше. И на самом деле было предложение, нас тогда посол Казахстана в Москве поддерживал. И была такая возможность, и Москва, собственно, шла навстречу, это было при Лужкове, на этой площади организовать большой многофункциональный, вернее, трактовался как культурный центр Казахстана, под названием, условно названием Астана. Не получилось, потому что, ну, сами понимаете, что случилось. Пошли дальше. А что случилось? Случилась ситуация. Смена власти в городе. Смена власти в городе, новая власть эту картину не поддерживает, картину масла. Пошли дальше. Это уже натурные снимки. Это натурные снимки, проект реализован достаточно точно, вот, с теми эскизами, которые вы видели. Станция Алма-Атинская, вот эти торшеры, пошли дальше, пошли дальше. Пошли дальше. Пошли дальше. Это все платформенный участок, как вы поняли, пошли дальше, пошли дальше, чтобы вас не мужик. Один из символов называется, как в юрте вверху? Шанарак. Это, между прочим, вот вы не знаете, шанарак. Вот, когда эти карастные конструкции на платформе собираются в центре, и вот взгляд в космос через эту юрту происходит вот через это сооружение. Это один из символов Казахстана. Причем вот этот цвет соответствует, естественно, цвету государства Казахстана. Цвета флага. Вот обратите внимание. Это на земле вестибюле. Пошли дальше. Пошли дальше, пошли дальше. И, собственно говоря, да, как, Игорь Михайлович, как переводится, отец Ян? Блок. Блок. И в центре, ну, яблоко, непонятно, с яблоками. А кто? Причем эскизы, нет, эскизы были ваших, вот, Тимур предлагал. Но тогда автор не Тимур, там кто-то, я их сожжил. Тимур предлагал, вы ответили, очень правильно сделали, и нормальный автор, я понимаю. Хорошо. Вот такая любовь и с союзами. Союз архитектора, Союз дизайна. Вот обратите внимание, одним словом было достаточно понятно. Союз дизайна. Продолжение следует...